Всем огромный привет! Сегодня будет видео о моих покупках с сайта Алиэкспресс. Это будут косметические находки. Надеюсь, что кому-то это видео окажется полезным. И желаю вам приятного просмотра! Ну и хочу начать вот с такого уходового средства для зоны вокруг глаз от бренда Лайкоу. Это довольно-таки известный на Алиэкспресс бренд. Думаю, уже многие его пробовали. Очень-очень приятная сывороточка, даже эссенция с улиточной слизью. Невероятно легкая текстура и запах такой легкий, ненавязчивый, приятный. Пришла в коробочке. Стоила где-то 4 доллара 50 центов на момент покупки. И покупала я ее в официальном магазине Лайкоу на Алиэкспресс. Обязательно оставлю ссылочку на тот товар, который именно покупала я. И также вы, в принципе, можете найти ее намного дешевле и в других магазинах. Но лично я, как-то вы знаете, предпочитаю покупать в официальном магазине. Пусть немножко переплатить, но как-то, не знаю, мне кажется это надежнее. Я обычно всегда покупаю в официальных магазинах, если у меня есть такая возможность. Сейчас покажу вам ее текстуру. Вот такой вот дозатор, как вы видите, для нанесения. Вот так вот выглядит сам крем. Он прямо такой полупрозрачный. Видите? Невероятно приятно ощущается на коже, не липкий, быстро впитывается. Я его использую не только для кожи вокруг глаз, а точнее я его использую чаще даже не для кожи вокруг глаз, а для мимических каких-то морщинок. Особенно люблю его использовать уже после нанесения тонального крема, потому что, ну, не знаю, я не использую слишком плотные тональные основы. И вот на них он ложится очень хорошо, разглаживая какие-то морщинки даже, ну, в течение дня, после того, как вы уже нанесли косметику. В общем, очень-очень здоровская вещь. Заказываю и не в первый раз. Приходит в коробочке, все как положено, с сроком годности на коробочке, насколько я помню. Все запечатано в пленку, хорошо упаковано. В общем, очень-очень рекомендую. Так, ребят, следующее, что я вам хочу показать, это вот такая вот жидкая подводка для глаз от бренда Кси-Кси, если я правильно произношу. У меня в темно-коричневом оттенке, если не ошибаюсь, то у продавца еще есть 3 или 4 других оттенка. Это черный, конечно, всеми любимый, светло-коричневый и такой немножко с красного, я бы даже сказала. В общем, зайдите посмотрите, если кому интересно. Очень-очень классная подводка. У нее невероятно крутая кисточка. Вот такая вот кисточка. И самое главное, что это именно кисть, а не, знаете, не такой кончик, как у маркера. Это очень круто. Она делает невероятно тонкую линию. Ну, понятное дело, что толщину линии вы можете сами регулировать, как захотите. Подводка на момент покупки стоила в районе 2 долларов. И вы знаете, соотношение цена-качество просто зашкаливает. Мне, если честно, эта подводка очень сильно напомнила довольно-таки известную подводку от Physicians Formula. Она у меня тоже есть. Сейчас я вам покажу. Прямо это сравнительный анализ. Вот Physicians Formula. Она у меня в черном цвете. Она буквально немного больше. Видите, чуть-чуть побольше, конечно, флакончик. Но кисточка просто один в один. Ну что, посмотрите на эти кисточки. Они реально практически одинаковые. Только подводка с Алиэкспресс стоила в районе 2 долларов. А Physicians Formula, по крайней мере, в наших магазинах в Австралии стоит в районе 20 долларов. То есть разница прям вот огромадная, а качество невероятное. Очень-очень рекомендую к покупке. Присмотритесь, девчонки. Следующее, что я вам хочу показать, вот такие вот рассыпчатые тени с роликовым аппликатором. У меня они в двух оттеночках. Вот эти у меня прям безумно давно, если честно. И у них уже, видите, вся упаковка просто постиралась. Ничего на ней не заметно. На этих еще что-то осталось. У меня это оттенки девятый и второй. Вот, девятый и второй оттенки. Но вообще у них какое-то там огромное количество оттенков. Штук 16, если я не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что прям на любой вкус тени найдутся. Ну, конечно, если вы любители перламутровых теней. Потому что все оттенки имеют в себе перламутр. Причем ярко выраженный. И срока годности, понятное дело, нигде указано не было. Поэтому, наверное, скоро все-таки их жизнь подойдет к концу. Нужно будет их заменить. Дабы, я знаю, какой магазин пойти и где их купить. К сожалению, правда, именно тот магазин, в котором я их заказывала в первый раз, уже не существует. Ссылочка сгорела. Но я вам обязательно оставлю ссылочку на подобные тени в другом магазине. Вот эти девятые, конечно, прям невероятно красивые для смоки айс. Я их прям постоянно использую. Единственный их недостаток, что их не очень удобно наносить. И они, ну, я бы сказала, сыпятся так довольно-таки. Но прям на глазах смотрится шикарно. Как будто невероятно какие-то дорогие тени. Сейчас обязательно вам покажу их аппликатор. Ну что, вот так вот выглядит их аппликатор. Как я уже сказала, наносить их не очень-то легко. Но это того стоит. Не знаю, лично я просто обожаю такие шиммерные тени. И для меня это была просто находка. Реально круче многих более дорогих аналогов, даже я бы сказала. Сейчас покажу вам сводчики. Там есть еще и другие красивые оттенки. Наверное, попробую что-нибудь еще у них. Вот так вот выглядят их сводчики. Очень переливаются. Очень прям невероятно красивые цвета. На глазах смотрится сногсшибательно. Куда-нибудь на вечер. Прям супер. Стоили очень бюджетно. По-моему, где-то в районе 2 долларов. Так же, как и предыдущая подводка. Какая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Моя самая любимая помада «Бальзам для губ» просто на века, стоила меньше доллара, и я вам скажу, ребята, у меня всегда есть запасная на случай, если вдруг у меня закончится эта помада, чтобы не остаться без нее, я просто обожаю этот оттенок, знаете, такой холодный розовый. Вот я вам вставлю фоточку где-нибудь с себя вот с этой помадой, прям очень-очень шикарно смотрится, мне кажется, ну вот к нашему такому русскому дипажу девушке такой цвет прям идеально подходит, потому что он очень холодный. Вообще это проявляющаяся помада, выглядит она вот так вот, видите, вот, такой вот зеленый стик, но когда вы ее красите на губы, она проявляется розовым цветом. Очень шикарный цвет, повторюсь, прям невероятный. Запах, вы знаете, такой прям вот гигиенички из детства, ничего особенного, если честно. Приходит она прям вот так вот, без всякой коробочки, но запечатанная, то есть, по крайней мере, мы точно знаем, что никто до нас ей не пользовался. Опять же, покупала в официальном магазине Хен Фанг, мне, в принципе, нравится их косметика, и, ну, как-то есть к этому магазину доверие, тем более там все очень бюджетное, классная помада, прям, опять же, всем рекомендую, тем более вы много не теряете, там, в районе 50 рублей, наверное, и она ваша. Вот. Вот такая вот помада. Единственное, что расстраивает, конечно, это то, что никакого срока годности здесь не указано. Очень много всяких иероглифов понаписано, но вот срока годности я не нашла, если только он не прописан родными китайскими буквами, которых мы пока различить не можем. Кстати, ребят, небольшой лавхак, я храню эту помаду в холодильнике, она так намного лучше держится на губах, приятнее наносится, не плавится от горячего воздуха, вы знаете, мы в Австралии страдаем большим количеством невероятно жарких дней, поэтому холодильник прямо мне в помощь. Сейчас я вам покажу сводчик. Ну и напоследок будет еще одна продукция от бренда Хен Фанк, это вот такие вот шиммерные подводки для глаз. Опять же, у них присутствуют и другие оттенки, и серебристые, и золотистые есть, в общем, на любой вкус, по-моему, в районе 8 или 10 оттенков у них там представлено. В общем, также здоровская вещь, пришли они, кстати, в коробочке, у меня вот такая вот в цвете шампанского, это второй оттенок, и также зелененький такой вот оттенок, это шестой номер. Очень здорово для какого-то мероприятия на праздник, они маленькие, как вы видите, вот вообще миниатюрные, но так как, не знаю, я лично ими пользуюсь далеко не каждый день, то хватает их, опять же, надолго. Очень здорово они смотрятся также поверх черной подводки, то есть, когда вы их наносите не только сами по себе, а поверх какой-то другой, более темной подводки. Ну что, вот такие вот сводчики, если честно, на странице продавца зеленый оттенок выглядит просто ужасно, мне кажется, что в жизни он намного прикольнее смотрится. Смотрите, как они переливаются, то есть, они сами по себе очень красивые. Ну, сейчас я таким прям жирненьким слоем намазала, а если мазать тоненьким слоем, то реально они не перекрывают другую подводку, которая находится под ними. Опять же, рекомендую цвета на любой вкус, как я сказала, запаха никакого особо нет, хватает надолго. В общем, здоровский продукт, почему бы не попробовать, тем более, также они стоят в районе 100 рублей, по-моему, даже меньше, где-то так, по-моему, полтора доллара я заплатила за каждую. В общем, очень-очень бюджетный вариант, очень советую присмотреться. Ну вот и все покупочки, ребят. Я очень надеюсь, что кому-то это видео понравилось, и если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня лайком, мне будет очень-очень приятно. Всем до скорых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока.